Всем привет! Вы смотрите Fusion 365. Сегодня в выпуске я постараюсь ответить на вопрос одного из подписчиков. Он спрашивает, каким образом нанести траекторию на поверхность, например, конусного цилиндра. Немного переформулируя задачу, мы будем решать ее в такой формулировке. Как получить некую кривую трехмерную, которая обязательно лежит на указанной нами поверхности. То есть прилеплена к ней, привязана. Во-первых, во Fusion нет средств нарисовать произвольную кривую и обеспечить ее прилегание к поверхности. Единственный способ, который у нас есть, это проецирование. Мы можем нарисовать плоскую линию в эскизе и затем спроецировать ее на нужную нам поверхность. Именно этим мы сейчас и займемся. Сначала мы создадим несколько эскизов, в которых создадим примитивные линии, которые затем будем проецировать. Проецировать можно более сложные вещи, просто сейчас в учебных целях мы этого делать не будем. Я создаю эскиз, например, на этой координатной плоскости. Нарисовал на нем отрезок прямолинейный. Затем я создам эскиз здесь. Нарисую, например, вот такую окружность. И еще одну кривульку. Например, давайте какую-нибудь дугу трехточечную изобразим. Вот такого характера. Обратите внимание, все эти эскизы лежат в разных плоскостях. Это просто сделано для демонстрации. Начинаем проецирование. Для проецирования используется инструмент вот здесь, в меню Sketch, Project Include, Project to Surface. Когда мы его выбираем, я вначале впадал в фрустрацию, потому что непонятно, что от меня хотят. На самом деле, Fusion хочет, чтобы вы выбрали некую плоскость, которая будет опорной плоскостью эскиза. Потому что сейчас он будет создавать эскиз. Любой эскиз должен быть привязан к какой-либо плоскости. Даже 3D эскиз. Например, выберем вот эту плоскость. А вот теперь уже появляется диалог, который нам позволит выполнить проецирование. Во-первых, нам нужно выбрать грань или грани, на которой мы выполняем проекцию. Это будет вот эта грань. И затем кривые, которые мы хотим проецировать. Вот она наша линия. Дальше мы выбираем направление проецирования. Для того, чтобы выбрать направление, мы переключаемся в Project Type, из Closest Point в Along Vector. То есть по вектору. И указываем вектор, в котором необходимо выполнить проецирование направления. Жмем ОК. И мы сейчас в режиме создания эскиза. Мы редактируем эскиз номер 16, в котором появилась нужная нам линия. Вот она. Исходная линия никуда не делась. Линия в эскизе номер 16 сиреневая. То есть мы видим, что это проекция. Так, и сейчас мы быстренько выполним проекцию остальных линий, которые у нас есть. Также делаем Create Sketch. Выбираем плоскость опорную. Так, ну я немножко не то сделал. Я создал эскиз. А теперь, находясь в режиме редактирования эскиза, я уже делаю Project Include и Project to Surface. Сейчас мы сразу же увидим этот диалог. Потому что мы уже внутри эскиза. И создавать новый эскиз в Fusion не нужно. Так, Curves. Так, и Along Vector. Select Vector. Окей. Вот это проекция нужной нам окружности. Если мы переключимся в вид сверху, то увидим, что все правильно, все совпадает при виде таком. Так, парам-парам. Что еще у нас осталось? У нас осталась вот такая вот кривулечка. Я тоже сейчас проецирую. Создаем эскиз. И Project Include, Project to Surface. Так, так, так. Вектор. Вот так. Собственно, исходная задача решена. В качестве грани, на которые мы проецируем, можно одновременно выбрать несколько граней. И на всех них будет создана вот такая спроецированная линия. Стоп-скетч. Все. Если информация была полезной, то не стесняйтесь ставить лайки. Если что-то осталось непонятно или вам есть что добавить, то пишите комментарии. Если вы смотрите наш канал и до сих пор не подписаны, а с вероятностью 30% вы сейчас смотрите это видео и не подписаны, то не стесняйтесь, подписывайтесь. Здесь у нас интересно. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.